здравствуйте сегодня у нас с вами обзор на комбо устройство от компании шуми это шуми комбо смарт вот так вот выглядит лицевая сторона коробочки на котором мы сразу же с вами видим название процессора это umbrella a7 la 30 вместе с датчиком omnivision 4689 мы с вами получаем картинку в качестве full hd это 1920 на 1080 угол обзора 135 градусов присутствует g-сенсор от компании bosch и поддержка карт памяти до 64 гигабайт но друзья здесь сразу хотел бы вам сказать что нужно приобретать карты памяти не ниже 10 класса на этом не стоит экономить потому что иначе мы просто не сможем раскрыть потенциал этого видеорегистратора поэтому обращайте на это внимание также очень часто друзья вы сталкиваетесь вопросом где приобрести видеорегистратор комбо устройства антирадар и прочее компания шуми позаботилась и об этом внизу я оставлю под видео ссылочку на официальный сайт компании шуми куда вы можете зайти зайти в раздел где купить выбрать свой город и посмотреть удобный для вас адрес и подъехать туда и вы можете быть уверены что там данное устройство всегда в наличии есть но по крайней мере куда я не обращался по этим адресом везде они есть этот девайс у меня уже второй от компании шуми первый у меня комбо слим который я приобретал для себя 2g я покупаю подарок отцу на 23 февраля почему я выбрал именно эту модель потому что в комбо слим присутствует сенсорный дисплей у меня отец человек пожилой у него до сих пор кнопочный телефон я ему говорю давай я приобрету тебе вот с сенсорным дисплеем он очень мне понравился информативность кликабельность все отлично он говорит нет ты знаешь я не люблю вот это нажал куда-то не туда что-то куда-то зашел и так далее мне вот больше как-то кнопочный поэтому очень приятно что компания шуми не просто слепо гонятся за новинками и тенденциями но и оставляет поле выбора давайте посмотрим на коробочки сбоку что у нас есть здесь у нас изобилие так скажем индикаторов которые говорят что это устройство еще может это как озвучка голосом так гейгерем обновление прошивки срабатывание на робот лист амата и автодоре и прочие прочие камеры но друзья об этом но еще чуть позже поговорим проверим как это срабатывает но на камерах города уфы и наверное давайте перейдем уже самому устройству и посмотрим комплектацию данной коробочки первым нас встречает это руководство пользователей на обратной стороне это является гарантийным талоном дальше само устройство вот так вот она выглядит сейчас посмотрим на него поближе вот так вот выглядит лицевая сторона на которой мы с вами видим радарную часть и объектив сбоку разъем под питание и разъем под micro sd карты памяти поддерживают повторюсь до 64 гигабайт и приобретайте лучше но не ниже 10 класс здесь у нас идет крепление самого устройства с этой стороны у нас отверстие для охлаждения снизу у нас производитель и серийный номер и взади нас встречают 231 дюйма дисплей кнопочка включения кнопочка ok вход в меню вверх-вниз и также кнопочка mood и сам микрофон здесь у нас сверху расположен динамик которая нам рассказывает о приближении к камерам и так далее ну вот такое вот устройство давайте посмотрим дальше что у нас по комплектации далее у нас встречается классическая присоска вот таким вот образом она выглядит устройство крепится у нас довольно таки просто мы просто его заносим до щелчка и все также если вам подошел экспектор мы можем так повернуть его крутится очень хорошо в любое положение вы можете повернуть и снимать то что именно вам нужно ну и последний элемент это кабель питания довольно таки длинный поэтому даже можно в принципе сделать скрытую установку ну что наверное давайте теперь пробежимся по меню посмотрим что внутри данного устройства подключив устройство мы с вами видим следующее у нас здесь на экране сверху идет время дальше то что спутники у нас найдены установлена карта памяти включен микрофон и идет зарядка аккумулятора который триста семьдесят миллиампер часов здесь присутствует также внизу наша скорость так как мы стоим сейчас 0 наши данные то есть положение где мы находимся внизу мы с вами видим также режим который у нас установлен в данный момент здесь у нас яркость и громкость чтобы перейти в меню как я уже говорил ранее нужно нажать кнопку с таким собственным названием меню первое что мы с вами видим это здесь записи те которые мы уже с вами производили то есть если мы с вами куда-то ездили и так далее у нас мы 1 первым нажатием заходим так скажем посмотреть можем запись нажав второй раз на меню мы заходим уже сами настройки первое что мы здесь видим это режим дисплеем мы можем в двух вариациях использовать первое это радар и видеорегистратор и второе это у нас просто радар давайте посмотрим как выглядит экран когда у нас будет включен просто радар здесь также у нас отображена громкость 5 яркость 5 скорость режим в которой установлен ну и все по аналогии давайте посмотрим что у нас еще есть меню далее у нас есть выбор оповещение по половому признаку то есть будет вам говорить женщина или мужчина оставим женщину дальше громкость настройка громкости 5 4 3 2 1 и выключить собственно громкость оставим на пятерки авто приглушение можем включить можем выключить далее у нас качество записи 12 15 и 18 мегабит в секунду оставим 18 для лучшего качества далее переходим цикл записи это длительность одну минуту 5 минут и три минуты выберем одну авто старт записи здесь у нас либо да либо нет то есть если вы не хотите что при включении сразу видеорегистратор начинал работать то можете нажать нет и принудительно его самостоятельно включать но я выберу до задержка выключения то есть после того как вы выключили автомобиль сколько еще будет устройство работать три секунды выключить сразу три минуты одну минуту десять секунд и три секунды мне в принципе трех секунд достаточно также можно настроить авто выключение экрана выбираем и смотрим 30 секунд одну минуту три минуты и пять минут но я наверно выключу эту функцию дальше у нас присутствует режим ночь ну так как у нас сегодня сейчас будет дневная съемка мы его не будем пока трогать значение экспозиции можем добавить или напротив убавить но это по своему вкусу если вы хотите поярче или потемнее дата и время включить выключить можем то есть будет ли отображаться на видео или нет координаты включаем или выключаем если не хотим свои координаты показывать где мы были в то или иное время функция порог отображения мы с вами можем поставить ту скорость после которой мы не хотим чтобы на кадрах мелькала наша скорость то есть если вы немножко где-то превысили и после вам нужно будет данную запись опубликовывать где-то то скорости на данном снимке так скажем не будет также установка нашего номерного знака дальше у нас функция установка времени и даты то есть если мы хотим поднастроить исправить что-то и так далее это вот здесь часовой пояс мы живем по екатеринбургу поэтому у нас поставим плюс 5 далее у нас идет синхронизация времени по gps включена либо выключена оставим включенный акселерометр мы можем включить выключить лучше наверное поставить чувствительность где-нибудь пониже или выключить потому что у нас сейчас после зимы очень разбитые дороги и будет очень часто срабатывать объем событий здесь мы можем с вами выбрать сколько процентов может занимать у нас экстренные так скажем события на карте памяти оставим 25 процентов принципе у нас не так часто что-то случается и давайте посмотрим дальше здесь у нас x диапазон настроить включить выключить как а стрелка и отключить радар при определенной скорости то есть допустим до 20 километров в час радар не будет работать то есть принимать сигналы и в машине будет тотальная тишина давайте выберем 40 дальше у нас функция лимит скорость город у нас установлена 40 километров в час потому что в уфе есть где 40 километров дальше у нас трасса выключена потому что принципе трасса там уже понятно и функция авто трасса здесь мы можем установить с вами скорость после которой радарная часть автоматически перейдет в режим трасса то есть ну где-то в принципе наверное 90 километров в час это самое то лимит превышения можем с вами настроить плюс 5 плюс 10 плюс 20 так как у нас сейчас разрешено плюс 20 мы поставим плюс 15 для верности максимальную скорость можем установить после которой вам устройство будет сигнализировать о том что вы избавили скорость голосовое ограничение скорости можем включить можем выключить мы оставим его микрофон включение выключение язык можем с вами выбрать русский английский но нам нужен русский соответственно приветствие здесь есть два выбора первый вариант второй вариант и выключить ну мы оставим первый вариант очистка карты памяти сброс всех настроек если вы что-то настроили не так как хотелось бы и не знаете где это исправить и версия по кстати я вам покажу чуть попозже где находится обновление как бас камер так и версия по на сайте это наверное я вставлю в конце данного видеоролика ну а сейчас наверное давайте мы с вами проедемся по городу и посмотрим как срабатывает на камеры и как снимает данное устройство нас камера это кречет который стреляет в попутном направлении фиксированная камера скорости 60 да и Продолжение следует... Продолжение следует... С вами по-любому успеваем! Продолжение следует... Продолжение следует... Обновить наше устройство довольно-таки просто... Заходим на официальный сайт Xiaomi, после в раздел обновления, далее выбираем обновление для комбо-устройств и опускаемся вниз. Находим свой девайс. На данный момент уже есть базы камер для радар-детектора Xiaomi 2017 года, март. Поэтому мы скачиваем их, далее с архива достаем файл с разрешением .bin на наш флеш-накопитель и вставляем в видеорегистратор. Включаем наше устройство, появится окно, которое спрашивает хотите ли вы обновить, нажимаем да и собственно перезагружаем устройство и форматируем флеш-карту. Точно так же легко можно будет обновить и саму прошивку. Здесь же мы поднимаемся вверх опять и смотрим обновление прошивки. На данный момент у нас стоит самая актуальная прошивка, поэтому сейчас нет ничего новенького. Но сюда периодически заглядывайте, вполне возможно в скором времени что-то да появится. Вот такой вот обзор, ребят. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ну и всем удачи и хороших дорог!